Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект Хайтек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня вручаем премии и плаваем. Нобель за черную дыру. Насколько частей поделили премию? Яхт-шоу в Генуе. Кто напечатает лодку вашей мечты? Премия за черные дыры. Британский ученый Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель из Германии и американка Андреа Гесс, получили Нобелевскую премию по физике 2020 года за свои открытия об одном из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дыре. Пенроуз, профессор Оксфордского университета, получил половину премии. Его исследование по математике доказывает, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности. Гензель из института Макса Планка и Гесс из Калифорнийского университета разделили вторую половину. Они открыли, что невидимый и чрезвычайно тяжелый космический объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Гесс — четвертая женщина, получившая премию по физике после Марии Кюри. Она надеется, что ее награда вдохновит других женщин на то, чтобы заняться исследованием космоса. Яхт-шоу в Генуе отмечает 60-летний юбилей. Это событие привлекает внимание многих из тех, кто точно знает — на лодках и кораблях не плавают, а ходят. Итальянская конфедерация морской промышленности приняла все меры предосторожности, чтобы выставка была безопасной и чтобы посетители не переживали, что могут заразиться коронавирусом. С начала пандемии, по оценкам Юсина, выручка сектора упала на 13%, но есть шанс, что отрасль вернется к прежним показателям к концу 2020 года. Шансы на это дает новый сегмент покупателей, которые не слишком хорошо разбираются в судоходстве, но в эпоху социального дистанцирования очень захотели попробовать новый вид развлечения — катание на лодках. «Аренда моторных лодок среднего размера этим летом резко выросла, что свидетельствует о тенденции. Мы провели маркетинговую кампанию, ориентированную на тех, кто еще не принял решение, что им делать летом. Они не знали, чего ожидать, но знали одно — они хотели наслаждаться летом, солнцем, жарой, морем, но не на пляже». Барбара Америо из Сан-Ремо управляет Амер Яхт с нишевым производителем роскошных яхт, который нацелен на внедрение инноваций. В прошлом году компания Амер Яхтс начала то, что она называет «путь к сокращению использования стекловолокна». Компания начала использовать в производстве революционное волокно «Филава». Материал изготовлен из вулканической породы, он обеспечивает возможность вторичной переработки, то есть полную утилизацию сырья без ухудшения механических характеристик. Макет секции лодки из «Филава» демонстрируется на выставке яхт в Генуе, и он будет переработан в конце шоу. Технологический стартап Moe Composites представил, как утверждают организаторы выставки, первую в мире лодку, напечатанную на 3D-принтере из сплошного термореактивного стекловолокна. Главная идея Mambo, то есть Motor Editive Manufacturing Boat, как продукта — это полная персонификация лодки. Создатели говорят, что можно спроектировать и изготовить по индивидуальному заказу почти все ее элементы — корпус, аксессуары, структурные и не структурные элементы. Дизайнеры могут свободно создавать формы, которые на сегодняшний день невозможно реализовать с помощью традиционных технологий. Несмотря на ряд ограничений и препятствий из-за мировой пандемии коронавируса, организаторы говорят, что юбилейное яхт-шоу в Генуе прошло успешно и привлекло много посетителей. И результату не помешало даже то, что выставочные площади были значительно сокращены для обеспечения эпидемической безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok